Депутаты фракции Зеленского в прямом эфире раскрыл военную тайну, а российские разведчики на одном из заданий перешли на украинский язык, чтобы усыпить бдительность ВСУ. И результат был достигнут. Арестович заявляет о том, что ситуация еще хуже, чем после 24 февраля, но она стабилизировалась. США не будут передавать известные беспилотники Украине, дабы не навредить собственной безопасности. Ситуация с бензином в Украине усугубляется, и вопрос не только в недостатке бензина. А также Американский институт изучения войны отмечает тяжелое положение ВСУ в районе Лисичанск-Славянск. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 18 июня 10.00. И начну я с весьма резонансного, как на мой взгляд, видео, где депутат от слуг народа Юрченко сдает военную тайну, расклады. В частности, по Лисичанску, какие там части отошли, пришли, и катастрофическое какое положение ВСУ. Это тот самый депутат, который когда-то украл две бутылки пива в Голосеевском районе Киева. Ну, а также устроил ДТП, находясь, видимо, под чем-то во Львовской области. Это видео, а также видео, как российские разведчики перешли специально на украинский язык, и какой из этого получился результат, я разместил на телеграм-канале. Ну, по определенным причинам, сами понимаете, из-за разгула свободы слова и демократии. Ну, и два этих видео фактически подтверждают определенное положение на фронтах Украины на Донецко-Луганском направлении. Но об этом чуть дальше, тем более, несколько версий от Генштаба ВСУ и Института изучения войны Соединенных Штатов Америки. Ну, а теперь очередные заявления Арестовича. То его на отдыхе вроде бы видели, то он где-то вещает периодически и у себя что-то размещает на странице. Так вот, он заявил о том, что ситуация еще хуже, чем после 24 февраля. Но она не будет уже хуже. Она стабилизировалась, прям как в том известном анекдоте. Сегодня, опа, или плохо, завтра плохо, вчера плохо. Ситуация стабилизировалась. И, кстати, от него вроде бы не было комментариев по ситуации возле острова Змейный и российским буксиром. Может, я что-то пропустил, друзья, напишите. Ну, а сейчас, конечно же, на фоне победных реляций о том, что Украина может стать кандидатом в ЕС, Арестович готовит, конечно же, новые сообщения. Готовит общество к определенной информации. Опять же, эвакуация, перегруппировки, маневры, ну и так далее. Ну, а сейчас о некоторых нюансах военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. И ситуация по фронтам. Ну, начну я с того, что те самые тяжелые беспилотники, высокотехнологические, США передумали передавать Украине. Потому что, дескать, по заявлению, опять же, Пентагона, это может угрожать уже самой безопасности Соединенных Штатов Америки, если комплектующие достанутся Российской Армии. Также по другим видам вооружения возникли определенные вопросы. Одно дело передавать определенное устаревшее, и еще и советское вооружение, да еще и находящееся, в принципе, на вооружении бывших стран социалистического лагеря. А другое дело высокотехнологическое вооружение. Ну, а по фронтам, что Американский институт изучения войны, что Генштаб, косвенно по их сводкам, можно понять, что продолжается наступление. И оно, естественно, приближается к Славянску. А так как и народный депутат раскрыл военную тайну, то, в принципе, уже не военную тайну, получается, и Американский институт изучения войны тоже примерно приводит такие же данные, что Лисичанск в критическом положении, Бахмут определенные движения. Единственное, что отмечается, попытки контрнаступления ВСУ в направлении Изюма для того, чтобы попытаться сдержать наступление на Славянск. Ну и практически большинство западных экспертов отмечают, как только падет вот эта линия Лисичанск, северо Донецк, и по Славянску произойдут события, ну, естественно, эвакуация с завода Азот, то, скорее всего, что Донецко-Луганский фронт, он, скорее всего, что развалится, и, конечно же, это послужит тому, о чем говорил вчера Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме, произойдет заход в тыл укрепрайонов, с которых обстреливается Донецк. На этом, друзья, у меня пока все. Подписываемся обязательно на мой телеграм-канал, дальше будет.